У каждого пожара есть свои причины и виновники. Установить их необходимо прежде всего для того, чтобы возгорания не повторялись. Для этого требуются специальные знания и приборы. Этот прибор называется рентгеновский дифрактометр. Прибор предназначен для исследования медной электрической проводки и позволяет установить ее причастность к причине возникновения пожара. Например, фрагмент электропроводки мы помещаем в прибор, исследуем его и в результате получаем графики, которые позволяют нам однозначно сказать, явился ли этот фрагмент электропроводки причиной возникновения пожара или это оплавление на нем образовалось в ходе развития пожара. И, соответственно, он к причине пожара не причастен. А это газовый хроматограф. С его помощью можно идентифицировать горючие жидкости, изъятые с места пожара, применяемые для поджогов. Он позволяет определить вид этой жидкости, например, был ли это бензин или растворитель, и причастность ее к поджогу. А вот еще один важный прибор. Сейчас я держу в руках на канальный газоанализатор с индикаторными трубками. Сейчас я вам покажу принцип действия этого прибора. Он, в принципе, используется на пожаре для того, чтобы найти интенсивикатор горения и определить, к какому типу относится данное вещество. Здесь у нас бензин 95-го. Индикаторная трубка мгновенно поменяла цвет. Это значит, что обнаружено какое-то вещество на месте параллель. Это у нас бензин. Если это используют на пожаре, то есть мы взимаем там грунт с очка пожара и также используем индикаторные трубки. И если она поменяла цвет, значит в данном районе есть нефтепродукт бензин. А сейчас мы видим, каким образом определяют огнезащитные свойства покрытий и пропиток для древесины. Данная установка называется ОТМ. Вот образец деревянный. На него наносится огнезащитный состав. Либо это пропиточный, либо есть огнезащитная краска. После этого сушится образец, взвешивается, записывается данный до опытов. Дальше помещается в установочку, открывается, вымещается образец на 2 минуты, после чего это все достается. Образец остывает, мы его взвешиваем и определяем категорию по потере массы. Первая категория огнезащитной эффективности состава должна быть потеря не менее 9%. Вторая категория не более 25%. В штате испытательной пожарной лаборатории по Рязанской области 10 человек. Здесь выполняется целый спектр работ и исследований. Два основных направления деятельности нашей лаборатории – это исследование пожаров и испытание строительных отделочных материалов и инженерных систем и объектов по требованиям пожарной безопасности. В рамках выполнения работ, связанных с исследованием пожаров, проводятся различные пожарно-технические экспертизы, которые включают в себя исследования электропроводки, исследование железобетонных конструкций для установления очага пожара, исследование образцов, изъятых с места пожара на предмет установления средств поджога. То есть различный комплекс мероприятий, связанных с установлением очага пожара и, естественно, причиной. В 2020 году испытательной пожарной лаборатории по Рязанской области исполняется 55 лет. Мы поздравляем всех ее сотрудников с юбилеем.